предупреждение о поклонении иным богам и об оккультизме магия и говорится, что Господь изгнал эти народы потому что они так делали потому что говорится, что эти народы участвовали в этих вещах но Господь говорит в 14 стихе, что но Бог вам такого постановления не дает и с 15 по 22 стих говорится о том, что Бог приготовил Господь выбрал пророков и говорится, что Господь воздвигнет пророка такого, как Моисей говорится, что как вы взывали к Богу на Синае и говорили, что не нужно, чтобы с нами говорил Господь но сказали Моисею, чтобы он пошел и передал слова Господа то есть, таким образом Израиль просил об этом институте пророческом они просили о посреднике понимаете? и Господь говорит, что да, я воздвигну вам пророка но будет один совершенный пророк но также будет и как бы институт пророков что означало, что иногда Господь будет поднимать людей через которых будет давать свое слово и говорится, что если пророк будет говорить сам от себя если то, что он говорит, не случится ну, не переживайте по этому поводу я думаю, что расположение этого места очень важно о чем мы только что прочитали о судах институте, который Бог воздвигнет для толкования и для того, чтобы судить народ но какова как бы тенденция развития этой системы? как бы тенденция приводит к тому, что люди начинают просто все больше и больше делать вокруг этого появляется много таких деталей которые заставляют забывать основной смысл и поэтому я думаю, что установление пророческого института как раз связано с этим тоже потому что эти два института они как бы обеспечивали баланс силы потому что когда Господь воздвигал пророка, который говорил конкретно Божье Слово конкретную интерпретацию давал во вторитете чтобы институт пророческий говорил к судям и был баланс если, например, у меня проблемы с раввинистической системой но у меня уважение ко всей как бы системе раввинистической потому что они ведут себя в послушании Торе проблема в том, что они не всегда правильно это толкуют и это может стать моей проблемой точнее проблема в том, что раввинистическая система не всегда прислушивалась к пророкам и этот баланс нарушался помните, что Иешуа сказал что фарисеи сидят на месте Моисея и то, что они говорят делать, нужно делать и у них есть право устанавливать Галаху но когда он говорит о ключах царства которые он дает апостолам это означало то, что он им тоже дал право устанавливать Галаху другими словами сообщество верующих также призвано устанавливать Галаху идея заключается в том когда мы живем в еврейском мире или ходите в синагогу кто устанавливает правила? когда мы среди верующих как бы лидеры пастыря устанавливают Галаху на мой взгляд сообщество верующих должно быть очень близко к еврейскому сообществу не должно жить так, как ортодоксальные евреи не обязательно но должны быть в обществе правила в общине такие же, как и в еврейском обществе проблема заключается в том что большинство верующих евреев не происходят из религиозных еврейских общин даже большинство евреев верующих евреев их история она в церкви но церковь себя постоянно отделяет от закона и поэтому многие верующие евреи также относятся к закону к Тори большинство своей жизни с Ишуа я тоже так относился к Тори теперь у меня другое понимание проблема в том, что недостаточно верующих евреев даже не понимают, как Галаха работает и большинство много верующих евреев говорят Галаха только не для меня мне нужен только Дух Святой но часто, когда что подразумевается под этим это то, что они хотят делать только то, что они считают правильным они не хотят никого больше слушать и это серьезная проблема вы знаете термин балаган? конечно это мессианский еврейский балаган в общем, другим словом и какой ответ? ой, я не знаю я не знаю, как вам ответить на это в мире есть намного больше людей, которые умнее меня продолжаем 19 глава, 15 стих тоже о справедливости и о приговорах 19, 15 говорится, что недостаточно одного свидетеля против кого-либо в какой-нибудь вине и в каком-нибудь преступлении только при словах двух свидетелей или трех свидетелей а что о лже-свидетелях? 18 судьи должны хорошо исследовать и если свидетель ложный то, что он хотел чтобы случилось с братом должно случиться с ним должно быть наказание за лже-свидетельство 21 глава, 10 стих когда выйдешь на войну и захватишь врагов плен и увидишь красивую женщину которую захочешь взять к себе в жены в современном мире это может быть варварством это против законов современного мира нельзя брать в плен женщин и тем более домой их приводить а почему это есть в Торе? должны понимать что есть вещи в Торе которые не являются так как бы высшими идеалами но они призваны к тому чтобы привести израильский народ к более высокому пониманию в отличие от того как жили остальные народы в то время то есть другими словами Тора повышает статус женщины в древнем мире отношения к женщине в Торе намного выше чем отношения в народах в то время 15 стих если у мужа две жены и одну он любит другую нет и ту которую он не любит она рождает первенца то если если он любит другую жену больше то это не означает что он должен отбирать права у первенца он должен уважать жену которая родила ему первенца 22 глава 13 стих представьте себе что поженились но не понравилась вам жена и вдруг муж начинает врать и говорит что она не была девственницей поэтому я ее не возлюбил но она была то нужно вынести вынести покрывало где есть свидетельство на кровь и этого мужчину нужно наказать и он не может развестись с ней во все дни жизни но конечно если он не соврал и она действительно не была девственницей то у нее проблемы 24 глава говорится что если кто возьмет жену и сделается ее мужем первый стих и вдруг он находит какую-то нечистоту в ней или то что ему в ней не нравится он может на ней развестись с ней развестись во времена второго храма это был очень большой спор по этому поводу школа Гилеля говорила о том что вот эта нечистота или то что у нас здесь написано противное это все все абсолютно что могло мужчине не понравиться то есть у человека было просто отвращение к какой-то части но школа Шама говорила о том что здесь идет речь о грехе сексуальном и был большой спор во времена Ишуа и они поэтому подошли с этим вопросом к Ишуа и он как бы разговаривает с школой Шама и говорит что да нужно разводиться только по причине сексуального греха это интересное хилл хилл был мягким 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 он был он был такой упрямый такой жесткий и когда исследователи сравнивают Ишуа с миром в котором он жил Ишуа больше похож на Гилл он мягкий аккуратный но здесь он отдает предпочтение Шамай то есть тому кто жестко ставил вопрос и которые из этих двух интерпретаций стали наконец-то иудейским законом Гилл или Шамай Шамай нет Гилл в иудаизме но в иудаизме все равно тем не менее развод это плохая вещь и в древнем как бы иудейском сообществе развод был очень редок но все равно тем не менее был разрешен по еще другим причинам не обязательно касающимся сексуального греха идея заключалась в том что если двое людей уже дошли до такого момента когда уже не могут просто вместе уживаться то нужно было разводиться и поэтому закон не принуждает их оставаться вместе и это стало действительно еврейским таким законом и что же ответил Иешуа когда сказал зачем тогда Моисей дал разрешение разводиться а Иешуа сказал что по причине жестокосердия вашего потому что изначально не было так это было как бы Божий план один муж и одна жена окей 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 is a question окей да Deuteronomy 7 verse 11 Не помню точно, как раввины определяют эту разницу. Я попытаюсь сейчас вспомнить. Есть как бы законы, которые все должны понимать. Ахок — это заповедь Божия, которую ты не обязательно должен понимать. Есть законы, которые касаются мира в обществе. Не помню точно, но действительно есть как бы разница, и поэтому используются три разных слова. Не могу вспомнить точно. Ну, действительно, как бы раввины говорят о том, что есть там разница в значениях. Извини меня, не помню. Прости. 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 Ну, давайте продолжим. Прости. 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 Если человек умирает, не родив сына, не ставив потомство, и у него есть брат, то этот брат должен взять в жены эту жену и восстановить потомство, семя, чтобы родился сын, чтобы имя его брата не было потеряно в Израиле, не стерлось. Но говорится, что если он не хочет, например, у него не хватает денег, чтобы следить за семьей, обеспечивать семье. А может, ему никогда не нравилась жена его брата. Он должен пойти к старейшинам города и сказать, что я не хочу этого делать. И там будет как бы разбирательство такое публичное. То есть, ну, его как бы так, как это, ну, пожурят при вселюдной. Где это потом появляется в Библии? В Руфе. В Руфе. Вооз делает, ну, правильно, поступает правильно. Помните? Он говорит о том, что я самый ближайший родственник, кто может, ну, восстановить вот это. Но, нет, он говорит, что я близкий, но есть родственник, который еще ближе меня. Поэтому должны спросить его первого. Ну, и вот так, в принципе, это происходило в то время. Двадцать шестая глава. Когда придете в землю, нужно взять произведение земли и пойти туда, куда, в то место, которое Бог изберет. и есть, как бы, определенная формула, что нужно говорить. Другими словами, что я приношу это Богу, потому что за все то, что Он сделал. И я убрал весь грех из своего дома. Все классное. И я дам его к прястям, левимам, и к прястям, и к прястям, и к прястям. Верс 13. 13. Окей. Just a second. И... No. Which chapter again? 26. Ah, 26. Sorry. Тогда скажи перед Господом Богом твоим, я отобрал от дома моего святыню и отдал ей левиту. Then, chapter 26, verses 16 through 19. Из 16 по 19 стихи. Echo Exodus chapter 19. Также, как в исходе 19 главе. Where verse 18, it says you're going to be a special people. Там, где говорится о том, что вы будете особенным народом. And I'm going to set you high above all nations. И поставлю вас над всеми народами. In chapter 27, And when you go into the land, you'll write the law on stones. Говорится о том, чтобы написать закон на камнях. And on Mount Ebal and Mount Gerizim. Which verse? Ah, let's see verse 4. На горе Гивал и на горе And verse 12. And on Mount Gerizim. And repeat the blessings and the curses. And repeat the blessings and the curses. And in other words, as soon as you go into the land, as soon as there's enough peace in the land, And it's kind of like renewing the covenant. When it happens, it will be like saying, God has been faithful, He has brought us in. He has given us victory. Now let's remember, how we got victory. And in the book of Joshua, you read that they did this. Now, Deuteronomy 28. A very long passage on blessings and curses. The first 14 verses are all of the good things that will happen to you if you keep the commandments of the Lord. The rest of the chapter is what will happen if you don't. Now, how many of you have read a book on Jewish history? Who is read a book about the history of Israel? Okay. Deuteronomy 28 is like reading Jewish history. And what 28-я глава Второзакония is like we read the history of Israel. Scattered among the nations. But never having complete security. But never having But never having complete security. Always living in fear. Always living in fear. How bad does it get? Ну, почему так плохо все было? Verse 56 56 Даже женщина, которая жила у тебя в неге и роскоши будет есть сына своего и дочь свою. И это случилось кажется в первом царстве. Это в смысле третьем царстве у нас. В Самарии, да. Когда Самария была окружена врагами. И они почти умерли все от голода. Помните две женщины, которые жили вместе? Помните одна женщина сказала давай съедим твоего ребенка сегодня, а моего завтра. И они съели одного. А на следующий день вторая говорит нет. И они пошли к царю. И он был просто шокирован этим и разодрал свои одежды. По-моему это был царь Ахав если я помню правильно. Грешный царь. Говорится, что но он носил вредище. Ну Господь дал освобождение в этом. Если мы читаем с 63-го стиха и до конца 65-го 65-й стих. Между этими народами не успокоишься и не будет покоя для ноги твоей. жизнь твоя будет висеть перед тобой и будешь трепетать ночью и днем и не будешь уверен в жизни твоей. Утром будешь хотеть чтобы наступила ночь а ночью будешь желать чтобы наступило скорее утро. И 68-й стих очень интересный. И возвратит тебя Господь в Египет на кораблях и будешь снова рабами. Было два восстания евреев против Египта. И второе было намного ожесточеннее чем первое. И было так много евреев которые были захвачены в рабство и отведены в Египет. И было столько евреев рабов что просто цены на рабов рухнули. Такая вот история. Двадцать девятая глава. Третья речь. Вот слова завета которые Господь повелел Моисею. И Моисей позвал весь народ поговорить с ними. И это уже до конца книги. это третья речь. В девятой главы мы видим что-то похожее. Тридцатая глава с первого по десятый стих. это как пророчество о будущем Израиля в очень контексте очень коротком сокращении. когда придут благословения или проклятия и будете рассеяны среди народов я напомню вам эти слова и вернетесь к Господу обратитесь и Он приведет вас снова в землю. Хотя бы рассеян был до края неба и оттуда тебя Господь соберет. И в пятом стихе говорится что и размножит тебя более отцов твоих. И в шестом стихе говорится и обрежет Господь сердце твое. И седьмой говорит о том что проклятия врагов твоих упадут на них. Восемь будешь снова слушаться Господа. Девятый стих говорит что будешь успешен во всех делах которые делаешь. Если будешь слушаться Господа и обратишься к Нему всем сердцем и всей душой. Это как все будущее Израиля в этом месте. плохие новости потому что здесь говорится о том что они действительно отойдут от Бога. Но это и хорошая новость потому что здесь Господь говорит что я верну вас. здесь очень важный один из важнейших принципов Библии который мы должны знать. Последнее слово которое Бог говорит своему народу оно никогда не может быть не было проклятием. Всегда последнее слово Божье для своего народа это благословение. С 11 по 20 Бог говорит что я ставлю перед вашим выбором жизнь или смерть благословение и проклятие. Итак выберите сегодня. В 19 выберите жизнь жизнь и это одна из ключевых фраз во всем иудаизме выбери жизнь. 31 глава Моисей говорит мне уже 120 я не могу уже ходить так как я ходил и Господь сказал мне что не я не перейду и Иордан и даже когда здесь он говорит что он уже не ходит так как раньше но дальше в Писании говорится о том что на его глаза были все так же он все так же хорошо смотрел имел хорошее зрение и его сила его физическое состояние были очень ну очень такие хорошие и седьмом стихе призвал Моисея Иисуса и сказал чтобы он был твердым мужествен тридцать вторая глава песня Моисея которую он дал Израилю очень странно как бы песня которую нужно петь но она выглядит вот так вот мы такие тупые ничему не научились ничего не сделали правильного всегда проваливали все и все это зло произошло с нами мы гордые и самовлюбленные мы заслужили все это мы хуже чем все народы ну вот такая вот песенка ну понятно что это не прямые цитаты но прочитайте это и представьте себе чтобы вы это пели вот на молитву конечно есть там хорошие вещи что Бог все равно за нас и Он все равно спасет нас 43 стих веселитесь язычники с народом его язычники приглашены веселиться вместе с народом Израиля веселиться по поводу того что Господь отомстит врагам за кровь своего народа потому что Господь произведет мщение не только за людей но и за землю церковь на протяжении большинства своей истории говорит о том что все Бог отвернулся от евреев не и какая земля забудьте о земле а здесь говорится о том что несмотря на то как отступил Израиль даже только знание о том что Израиль согрешил и заслуживает наказания Господь все равно говорит что я верну их в землю и произведу мщение за землю и за народ а теперь народы придите к Израилю и веселитесь вместе с ним и вся церковь должна радоваться тому что Господь вернул народ в свою землю 33 глава Господь благословляет Моисей благословляет каждое колено то есть каждое колено о нем упоминается индивидуально 34 глава Моисей умирает и Господь хоронит как бы и в 9 стихе говорится что Иисус Навин исполнился Духа при мудрости И Он Тот Кто введет народ в землю Но последние три стиха говорится о том что не было больше пророка как Моисей Итак Очень быстро как книга Второзакония включена по смыслу Библии Вся эта книга может быть описана в одном месте В одном из речений что это приготовление вхождения в землю Но помните что эта книга обращена к трем группам людей тому поколению которое должно было войти будущим поколением в земле обещанной и поколением которые потом вернутся в землю обещанной И как бы какое продолжение этого Если нам представляют здесь Иисуса Навина нас знакомят с ним Он новый лидер И народ израильский слышал все что должен был слышать И они готовы идти И я тоже Будьте благословенны